А если вы меня видите, то привет, интернет, мы решили сегодня ночью, просто Байтукенов сказал, что без меня не снимайте, а он только вот с самолета, в общем мы сейчас ночью. С нами сегодня Марат Шибутов, я Слава Неруш, Карим Кадырбаев, Тулеген Байтукенов и Нуртас Адамбаев, правильно я сказал, а они меня уже за этого. Сегодня какая-то курилка, наверное, будет вообще очень, как минимум, веселая. Те сны снятся, вот, вот просто интересно, и если да, то про что? А у меня к тебе такое встречное вопрос, ты во сне тоже разговариваешь больше, чем все остальные люди? Нет, почему я нормальный вопрос задаю Марату, что ты? Знаешь, это ему никто никогда, у него все время спрашивают о социальных трендах последних, о политологии, вот он принес, посадите, нормальному человеку разве может быть интересно? Без обид, да? Нет, нет, я не к тому, мы говорим о среднем обывателе, да, то есть, ну ему какая разница? Нет, у нас обыватели всегда на разницу, да, а потом, когда ему вот так начинают делать, он говорит, Когда же это все придумали, когда это? Э, вот, супермаркет и гигант Теско объявил о планах по расширению сети распространения своего одежного бренда F&F с открытием до 50 франчайзенных магазинов в течение ближайших пяти лет. А, кстати, насчет сна я тебе хотел сказать, я, видишь, там файлы, короче, по-своему вылетают. Да, нет, лично, как абсолютно аморальный, да, и бессовестный человек, сплю это крепко и без сновидений. В чем смысл жизни? Во! Давай сразу не будем размениваться по мелочам. Давай-ка добавим. Что делать? В чем смысл твоей киноведческой жизни? Ну, не знаю, я как-то не думал об этом. Не думал? А вот, ну, в таз, в чем смысл жизни? Да. Пришел, блин, на интервью. О, а с другой стороны, вот так, вот так сказать, допустим, вот, шутка, она же такая, ушла и все, вот, сколько она живет у тебя, шутка? По-разному, по-своему. Не, ну, есть, у которых цикл, там, допустим, она через месяц встречается на отдых, на фольклоп пошла, да? Сказать, пока не умрет последний человек, который смотрит телеканал, вот этот сын, на котором сейчас идет шоу Нуртаса, будет, его шутки жить будут вечно. Не, это кайф, когда шутки уходит, народ, на самом деле. Да. А вот сколько уходит, допустим? Ну, по-разному, на самом деле, вот эта вот, Сабина появилась, Кирилл, она сразу ушла. Реально, я недавно там познакомился, толпа не в счетах сидела, ну, это вот, там, жены, друзей, и так далее, в одной компании были. И они мне показали, говорит, мы в WhatsApp'е у нас там группа, да, больше пятнадцать, и у нас жен, да, где они туда-сюда, и, говорит, у нас группа Килиндер называется, и на аватарке там, вот это вот, мое лицо, вот это вот, романтино, и я понимаю, что, ну, это, это очень глубоко зашло, то есть затронул. Ну, может, споешь что-нибудь? Нет, почему споешь? Нет, Москва под ком-то, звонят твои колокола, да? Интересный город, просто, я вот почему, боже, чертый. Нет, я просто вспомнил, когда мне кто-то сказал про Килингу, мы там играли в мафию, короче, по ночам. Маскет? Вы знаете, как играет в мафию, да? Маскет, самикат, Патюкенов, укрям, Маскетов, Килиндер. Нет, ну, как казахи играют в мафию в Москве по ночам? Вот это интересно! Так же, как русские играют в мафию в Нью-Йорке. Нет, и что, интересно там? Ты зачем ночью в мафию в Москве играл? Маскет, извини, ну, это важный вопрос, это, б***ь, с тем кораблем, вот это вот прям, мне будет, следующие 10 лет я буду думать об этом, он мне про тазик объяснил, я теперь понял. В фильме «Тед» не видели там, я как-то внутренне не подготовился к этому вопросу, у меня нет пока на него ответа. Чувак, я вам не уверен, что ты и не совместил. Верк, и в чем прикол? В мафию в мафию? Нет, это правда, да? Нет, прямо интересно, расскажи, ты меня заинтриговал. В чем прикол? Мафию ночью в Москве, в 10 дней, б***ь. Дальше. Ну, не я был инициатором, да, б***ь. То есть ты позвонил, что Грегор где-то хайки в мафии в мафии? Это хорошие новости же, хотя бы не ты. Просто была амерта. Нет, там, в общем, такая тема, когда в мафию играешь, все друг к другу конкуренции, да, никто никогда не знает, вы знаете, да? Да. В Триненакс там были несколько ребят, казахо-язычные казахи такие, ну, скажем так, традиционалисты, или же, городские. И вот их там трое-четверо было пацанов, и там независимо от того, кто мафия, они же не знают, они между собой всегда так говорили. Ирики, хавай, будем голосовать против них, будем голосовать. Хотя они не знают, понимаете, они мафия, они мафия, да, то есть они себя только на трусу. Хавай, давай, холдам, холдам, хай, давай. Давай, не стимисты. И вот так, то есть они не знают, может быть, они мафия, они по идее, он должен его говорить. Но они вот между собой сидели и постоянно как бы коллегиально все решали. Хотя они не знали вообще, кто они по игре, понимаешь? Адам Гайб вот отвечает, скоро эта шутка будет, когда тянут вот эту мафию играть. Не, 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 классно. Не, как казахи играют в мафию, это вообще по примеру. То есть правила, ну, как бы, они не существуют на самом деле, им по воровану, что-то мафия, не мафия. Они карты переворачивают. Не симс. Не симс. Давай, давай, вот так. Еще две дайну давай, еще две раз дайну. Ну, чего вот так? Гайб, ты мафия, ну, ладно. Тогда вот это уводись. Руками трубку. Нет, нет, с ним сейчас это, на седьмом канале. Келинка Сабинка играет мафию. Нет, ну это вот ночью в ауле. Как рождается? Аул не спит. Аул называется Москва причем. Это очень важный вопрос. Да, не классно, да? Вот эта этимология. Краска Ига. Мафия. Как рождаются шутки, которые уходят в народ. Вот же она, да? То есть это... А заметьте, вот как в начале было смешно. Все же знают, что нормальные люди делают в командировке в Москве. А то лиен Байд... И когда он сказал? Ну вот классно. Действительно классно звучит. Все нормальные люди знают, что это... Делают ночью в Москве командировки. Люди в командировке, да. Ну тут может возраст уже сказывать. А то лиен Байд... А что делать, потому что нормальные люди в Москве... Причем, поскольку сейчас мы на камеру говорим, он не может оспорить, что... Нет, я не играю в мафии. Он теперь по сценарию... Мы его остановили. В смысле... Ну не знаю, я бы моя жена не поверила, что я 10 дней в мафии играл. Извини. Ну Леген, я тоже 16 лет в браке. Ну и я бы ее вот не смог ей объяснить. Ты тоже на свои звания? Нет, я, получается... Пять, да. Пять, да. У кого того. Ну, а он тоже 16. Нет, ну... Ну... Это вот... Вот, понимаешь, опять же, да. А ты это не жена? Я был жена, да. А, ты уже... Был такой опыт... Я вижу, ты знакомый с Валиной. Я был женат. Келинда не пошла. Келинда не пошла. А когда же в этом... Подожди, а как ты слышал, твою жену звали? Да, да, да. Я вижу знакомый с Валиной. Я был женат. Не Сабина? Нет. Не, вот он потом женится, он потом перестанет вот этот... Он все время подкалывает. Да, у него сразу появится такое особое выражение в глазах. Да, да. Малящее такое. Томное такое. Нет, ты знаешь... Нет. Я понял, короче, всю... Ты знаешь, мудрость. Ты сразу... Удивительно. Все так делают. Удивительно. С точки зрения практики это правильно, но мне, как журналисту, например, это не прикол. Я всегда говорю, слушай, ты жене не давай читать с кем-то из... Но они все равно дают. Но я их понимаю, потому что я бы тоже... Это что, режиссеры, актеры? Режиссеры, актеры, художники там. Нет, они просто... Слушай, почитай, посмотри, там, что там может... Они говорят... Нет, ты че на... Что про меня ни слова не сказал там? Нет, нет, не в этом. Они говорят, ты зачем там? Это же опасно, блин. Подумай о детях, подумай о внуках. То есть, жена для нашей творческой интеллигенции это... Это главная цензура. Цензура, да. Да нет, даже мне кажется, не в этом вопросе. А вот почему он так хорошо шутит, у него жены нет. Я недолго там был женат, но я уже стал замечать, что женщины, они начинают так влиять на мужика, что ты начинаешь вот думать как каналы, понимаешь? Да, да, да. Тебе мозг вот перед сном не этот... Ты думаешь, вот как бы она здесь делала, как бы она сказала? И вот они потихоньку начинают... Я этот... С ними бесполезно споришь, они всегда не пересмотрят. Вот, запомните, дорогие зрители, творческий секрест Нутаса Адамбаева. Как остаться творческим человеком за 30 лет, да? И сколько там? Не женитесь. Не женитесь. Не, не, а я не согласен. Жены разные бывают. Не, я не согласен. Не, ну вот юмор точно, знаешь. Меня, например, для меня одиночество, да, вот... Я очень люблю одиночество, да? Оно мне нравится, мне в нем комфортно, хорошо, но в то же время я не хочу вот жить один без семьи, мне не нравится. Да, потому что одиночество ценишь, когда кто-то есть рядом, понимаешь? Ну, согласен. То есть, нет, ну мне нравится, вот дети же прибегают, да, там, вот утром у меня эта программа по общению с детьми, там, я хожу их там, целую, там, по голове глажу, там, когда... Голосик постоянно целовать по голове глажу. Ничего не забыл. Интервью провести? Нет, с Релой, у меня вот дочка, она подходит каждое утро, она меня почему-то в последнее время целует три по три. То есть, вот три раза, потом три раза, потом три раза. Не знаю почему, сама придумала, что, говорит, три по три или просто три? Я говорю, нет, давай три по три пойдем. Упражнение такое. Да, я вывезаю, она три по три по ходу. Классно же. То есть, нет, это... Конечно, классно. А без семьи не получится вот это вот, никак без жены. То есть, женщине... Получается же вот. А нет, это временное, я думаю. Нет, да, да, это временное. Я не говорю, что везде так оно. Я имею в виду, я говорю о том, что влияние вообще женщины на мужчины. Хотя с годами, вот согласитесь, это вот тенденция, да, что вот, допустим, чем дальше Нуртаз будет уходить вот в эту... О, вот вспомнишь жену и появился. Ты же знаешь, смотри. Вот этот. А как его... Чем дальше ты будешь уходить, тем сложнее тебе вот этого своего близкого человека найти. То есть, это, ну, реально, потому что... Ну, это когда у кого как? Молодая девочка, да, вот совсем, допустим, ну, там, 20 лет, да, то есть, вот, ну, понятно, что у нее там будет все хорошо с фигурой, да, там, она там, ну, там, траля-ля, да, ну, однозначно, что он, допустим, от нее давно уже уйдет в своем внутреннем мире, да, вот, ну, к примеру, о чем он с ней будет разговаривать, да, ну, это же... Я вот вчера разговаривал с мужиком... Не, не, а че... У нее жена 25 лет. Вот. Я ему что-то начал... Он говорит... Он с ним в мафию играет. Не, не, не. Я ему что-то... Я ему... Вот так не было, что смешного в этом было, если честно, реально. Да ты... Вот это он сейчас второй раз для жены сказал, вот это... Очень важно. Он под кену продуманной, вот, понимаешь? Ночь музея была. Ничего смешного не было, Тульетин. Вообще ничего смешного не было. Вообще ничего смешного не было. Да это нормально, что все люди ездят в Москву в командировки, поезжают играть 10 лет в мафию. Вообще ничего не было смешного. Ну, когда Крисович уже не мешал, 35 лет делал совсем другое. Нет, ночью я же говорю, ночью. Вот особенно ночью. Вот именно это, я же понял. Именно это совсем не смешно. А что ночью вот особенно? Нет, днем-то он работал. Днем-то работает. Нет, просто я вот... Что интересно, да, кстати, по поводу Москвы. Со мной вот был, мы постоянно с одним другом там тусовались. Молчите, разговаривался. И он вот, не знаю, обладает каким-то таким, знаешь... Такими способностями он подходил к москвичкам, да, и вот на раз-два просто у них... Больше мафию играть, а? Нет, телефоны, да, я их брал. Телефоны, шубы. Зумочки, да? Да-да-да. Отдавали все. Нет, я просто отудился. У нас девчонки вот... Как ежики, да? Он сам говорит, они такие сразу... Они сразу думают, сколько тебе лет, женат ты, не женат, что ты хочешь, короче... На какой машине ты подъехал? Что мама об этом скажет, а там такие... А, да, классно, вот возьми мой телефон, давай там вечером куда-нибудь стоим. Ну, в смысле просто? Отключи от квартиры. Приходи. Готовы быть шейфом. Нет, такие такие... Банк обращает, кстати, спорчу. Готовы быть шейфом в вашей мафии. Такие открытые, в смысле. Интересно? Там проще, да? Как-то они вот, ну, в натуре вот... То есть просто... Там это, улица-то какая была, где гуляли... Правила съема по Базукеновске в Москве. Нет, это не мои, это я... Нет, тут, Сергей Геннадьевич, может быть... Там просто... Если бы он так умел делать, он бы по мафии не играл, да? Да, Сергей Геннадь, там просто есть одна улица, там очень доброжелательные девушки. Километров 15 смошные, доброжелательные. И все дают телефон. Конечно! И не только... Не только телефон. Ну, это бывает, когда в незнакомый город, они, естественно, ходили все и по этой улице. Потому что, ну, там реально девчонки вообще другие. Как-то они более открытые, что ли? Конечно, так и даже было. Нет, ну... Нет, ну, что бы он по кинолинии ездил? Нет, а вот что-то... И раньше... Помнишь? Кино сниматься? Ну, кино... Чему-то научился-то? Интересно. Там реально вообще... Мосфильм, конечно, это такая машина... Агрегат. Круто. Там все работает, чики-пики, там сериалы снимают. Куча декораций, куча... Это он еще в Голливуд не ездил, блин? Нет, знаешь, все говорят, кто там... Это что... Насчет Голливуда не знаю, но сейчас они поставили там новый цех изучания, там Dolby. Самый крутой в Европе, реально. Самый дорогой, самый крутой. Масфильм сейчас... Ну, там все действительно по-европейски на очень высоком уровне. Очень круто делается, и... Мы общались с операторами, с режиссерами, и они рассказывали там, как они работают. Ну... Нет, а вот... Интересно, а почему Масфильм сейчас... У нас, вот, когда разговариваешь с человеком... Да. Из кино, там, оператор, режиссер, художник-постановщик, понимаешь? Он как-то вот не убежает тебя с твоей... Это по-лексике даже чувствуется, а там люди включенные. Вот был такой случай, да, вот я писал, кстати, типик. Я, значит, мы пообщались с главным редактором Масфильма, Бузиным. Да. Который бухать с тобой вначале отказался. Да, и потом... А, насчет Кэмпбелла, что ли? Да, потом я там кое-что забыл, вернулся, у них была дверь закрыта, я ушел, он такой... Тут он открыл, ну, видимо, что-то там делали. И он мне говорит, чем бывает читал. Делаешь тысячу лиц? Да. Это основная книжка. Читал? Тогда заходи, короче. И так зашел, и мы такие, знаешь, как типа... Он такой, типа, за своего, короче, знаешь, такой пароль, отзыв. И вызвал свою аннотацию. Сейчас говорит, я тебе распечатываю один файл, типа, почитай его, потом с тобой по базарик. И такое деловое аннотация. А если сказал, не читал, сказал, пошел, пошел. А у нас, понимаешь, у нас как-то... Ну, то есть, ты любой вопрос задаешь, любой, профессиональный, они тебе отвечают. На любой вопрос они дают расклад. А кто такой Кэмпбелл? Мне скажите в группе. Он такой, американский исследователь мифологии у него. Знаешь, что такое Кэмпбелл? А, кстати, вот надо почитать. Молодец. Молодец Адобай. Мы с тобой вдвоем не знаем, кто такой. Нет, для драматургов, для писателей это вообще не... Как Кэмпбелл, знаешь, да? Как Кэмпбелл, не знаю. Кого уже понимаешь? Понимаешь, он исследователь мифа, да? То есть, он выявил все основные сюжетные линии и сценарные линии, которые походит герой во всех произведениях. То есть, инициация, рост, героическая гибель, самопожертвование. И вот он все, вот этот герой с тысячу лиц, книги, вот он все расписал. И поэтому вот все, короче, сценаристы... Ну, это хрестоматийная такая. Да, да, это такая настольная книга. Все сценаристы в Голливуде, все ставят, ну не только сценаристы, политтехнологи, они вот, когда оба сделают для этого политика, они вот это тоже читают. И, соответственно, для пиа, ему там, выбор на технологии. Все это делают. Обами так же делали, там, и всем остальным. Обами все по сериалу делали, знаете? Да, чисто по сериалу. Вот, раз, не читай. Объясню почему. Потому что, когда ты это прочитаешь, непонятно, как получится с Килинкой и Сабиной тогда, понимаешь? Потому что ты в один момент можешь понять, что все, что ты делал до этого, это было неправильно. Почему говорят, что мудрость печальна? Вы, кстати, согласны вот с этим убеждением? Вот. Мудрость печальна. Нет, у него же все, ну, скетчивает. Скетчивает же сухой. Нет, многое знание, многие скорби. Нет, ну почему нет? Бывает же такое? Сквозной. Есть сквозной, да? Есть сквозной, да? Нет, тут просто девочка. Ну, она такая, нет. Ну, ну, ладно, эта передача. Мы сейчас вот побеги заулась. Там, да, там, естественно, ты там, да, иногда вообще не понимаешь, что с ними дальше будет, сам не понимаешь, что в 20-й серии будет, как закончится. У вас шоу ранее? Потому что ты же, что они сами как разговаривают. Это когда Пушкина же спросили, да, почему у тебя Ленинский сделал так-то? Ну, он сам так не знает. Нет, реально, кроме шоу, тогда я просто не стану. Герои уже живут в своей жизни, они начинают. Ну, ты не понимаешь даже через серию закончится. Ну, ты вот шоу ранее, да? А сами что думаете? Ты сам вот эту всю историю делаешь, да? А остальные чуть-чуть вот добавляют, да? Нет, я полностью забываю. А, ты полностью забываешь? Нет, это вот классно. Нет, это капец труб титанический. Ну, кстати, это не титанический, это сложно. Нет, это не титанический раз. А когда ты вот это пишешь, то есть вот, ну, у тебя сколько, как ты вот останавливайся? Потому что я вот смотрю, ты все время дрынь, брынь, брынь, дрынь. Ты вот больше на менеджера похож, ниже на писателя. То есть, это же останавливаться когда-то надо. Ну да, но я выделяю время для этого. Просто, видишь, обычно же как, вот шоу ранее, да, в сериале, он пишет всю историю, в смысле, основные сюжетные веки, да? А вот эти приглашенные несколько авторов, они добавляют туда конструкцию. Ну да, по-хорошему это оно и должно быть просто. У меня проблема, что пока нет людей, которые это писали. Нет, вообще есть такая тема. Самый главный сюжетчик, он разрабатывает всю канвуку. Да, шоу ранее, да. А потом мясо дорабатывает. И есть, третье, это диалогисты, или там их два, они диалоги прописывают. Они могут скучно писать диалоги. И вот это, как бы, такая отработанная схема. А чего у нас таких нет, а? Он не может найти, причем у них-то деньги есть. Нет, просто нет пока. Вот ты бы нанял бы, да? Индустрии нет, понимаешь? Вот сколько бы он платил просто за одиннадцати? Не знаю, я посчитал. Начинается. Смотри, как к деньгам, очень аккуратно относился сразу. Нет, просто понимаете, это вопрос индустрии, когда там это единичный продукт. Смысла нет. Я, например, знаю, что в России минимум платят за сценарий 5 тысяч долларов. К примеру, ситком какой-нибудь. Ситком это сериальчик, сюжетчик. А, и ты раскидываешь там на байкады, да? И вот там 2-3 человека, примерно 4-5 человек. Ну, то есть, как бы там, сдали сезон там 20 серий, 100 тысяч как бы за это заплатили. Так за одну серию, что ли, 5 тысяч долларов? Да, за одну серию. И хрена себе. Ну, там... Нет, у нас уже в Казахстане там на госканалах там есть сериалы там с бюджетами по 40-50 тысяч долларов. Они себе тоже это позволяют. За сейв, чисто за креатив, за сейв. Ну, нет, вместе там с продакшнем. То есть, они себе позволяют там 5-7 тысяч, они могут на сценарии. То есть, у нас это есть. Просто у нас качество не соответствует. О, кстати, кстати. А... Жургеневка? Ты же в Жургеневке учился? У меня вот всегда... Я учусь там до сих пор. А, учусь, да? А ты как-то... Никаких компрометрирующих вопросов по этому. Как-то затянулось, по-моему. Не, вот... Два года? Выходят... Вот год заканчиваешь. Каждый год тура народа, да? И некого взять, да? Нет, ты знаешь, из Совгика тоже выходит куча народу и непонятно, куда они рассасываются. Хотя очень крутые ребята, казалось бы. Да? Но не встаиваются, да, в индустрию? Ну, как-то да. Опять же, понимаешь, нужно иметь характер. Есть у кого-то... Кто-то 10 лет живет своей мечтой и через 10 лет что-то там выдал, да кто-то там сразу... Ну, вот Эмир Байгазин, прежде чем уроки с Гармонии снял, 4 года вообще ничего не делал. Ничего не снимал. Он писал просто этот сценарий и... И вот написал и там выиграл на Берлинале, понимаешь? Может, опять 4 года ничего делать не будет. Ну, у него такой подход. Э, ну это... А кто-то там струячек, не отходя там... Как, вот, допустим, взять Турсунова, да, у него же был, я считаю, очень страшный там этап. Ну, как страшный, не страшный. Ну, вот мне, допустим, я просто с ним разговаривал, да, тоже интервью мы делали. У него было 10 лет, он странствовал по разным странам. Было, да, было. То есть, это представь, ну, в объекте непонятно, да, на какие шиши, да, это делать. Ну, я не знаю, там, Турсунов надо полагать на шоу, да, то есть, ну, вот, непонятно же, как 10 лет путешествовать. 10 лет не жить в своей стране, да, у него, он знает, там, че поют бедуины, да, он знает, что там бедуины бывают, там, христиане, да, там, копты, да, то есть, он мне рассказывал про молитвы, да, там, как там, бедуинов, коптов, да, то есть, ну, он вот это знает. И вот 10 лет, ну, а для чего, просто, ну, это вот, это то, что говорит Туллиген, что у них алгоритм мыслей совершенно другой. Мне все-таки кажется, что вот такая вершина уже творчества какая-то, вот, если ты хочешь ее достичь. Вообще, смотрите, вот, это важная мысль, что все, ты должен отринуть себя, то есть, должен уйти от мира, это своего рода монашество, то есть, вот, режиссура такая, да, это монашество, должен уйти от мира, не от мира сего ты должен быть, потому что иначе, ну, я не знаю, как ты это там можешь услышать. Ну, это не обязательно, но вот практика показывает, почему, вот, ты не должен тогда думать, а там, где-то уже, почему все одинокие люди, да, в основном, вот, которые, вот, это, то есть, когда ты, если будешь там целыми днями думать, как ипотеку отдавать, ну, ты не сможешь творчество, да, то есть, они живут в хижинах, вот это, живут, и... Ну, Достоевский думал постоянно, как свои эти долги отдавать и романы там писал. Он и писал, потому что надо было отдавать. Это, это, знаешь... Если б не надо было отдавать фильмы, это все по-разному бывает. Мне кажется, самое главное, результат, он оправдает все. Нет. Потратил ты на этот фильм год или, там, 20 лет своей жизни? Ну, как... Если фильм, он стоит, то вот, как бы... А если не стоит? Нет, а вот тебе так что? Нет, ну... Ты не умеешь это делать. Ну, Нуртас, ты вот снялся в кино, ну, несколько фильмов, и, ну, и хоть хотя бы один, ты можешь сказать, что это тебе прям понравилось? Нет, конечно. То есть, ты... Ты имеешь в виду, вот, там... Карача делал, да. Нет, он-то сам хочет свой фильм снять. Я вот у него... А, мы будем снимать фильм? Да. Он, кстати, созревает, созревает. Вот он, кстати, может, что и приличное снять. Мне, кстати, вот... Потому что, знаете почему? Потому что он к этому идет. Вот мелкими шажками, вот, бегает, там, по каналам сейчас, да, то есть, понятно, да, там, зарабатывает деньги, там, на свадьбах ведущим, да, он, в конце концов, я думаю... Слава, ты, подожди, ты очень уверен об этом говоришь, а вот перестроиться с ТВ формата на киношный формат, это же очень сложно, то есть... Нет, можно мы уже на этой стаде, мы вот побег из волны снимаем, мы уже есть. Нет, ну вот... Да нет, на самом деле сейчас взаимопроникновение. Я вот еще хотел сказать, мне наоборот вот сейчас, да, я вот смотрю, да, мне больше нравятся сериалы, то есть... Нет, да, я говорю про кухню, про кухню. Объясню, что происходит. Ну-ка, давай. Как вообще все это началось? Спокойно, давай. Когда началось развитие интернета активное, телеканалам стало невыгодно покупать права на эксклюзивные показы голливудских блокбатцев. Ну, началось все с Америки, да, и телеканал думали-думали, что делать и начали снимать свои сериалы. Это в большем городе. И, таким образом, не тратя деньги на покупку эксклюзивного права первого показа у голливудских мейджеров, они начали свой продукт делать. Люди к этому начали привыкать. То же самое сейчас происходит и в России. Вот этот сериал нарастает, потому что кино, оно начинает попсеть. Мы все знаем, кино это сейчас аттракцион. Это Аватар, Стартрек, 3D, IMAX, все туда идут. Получается, в сериалах сейчас гораздо более серьезный контент, чем в большом кино. И сериалы оттягивают на себя очень много интеллектуальной аудитории. Много фанатов, далеко не глупых. У Игр Престолов, у Подпольной Империи, там Клан Сопрано, понимаете? То есть люди, умные, смотрят сериалы. Что нельзя было представить, там, не знаю, даже 10-15 лет назад, что ты что, сериал? Санта-Барбара, это Дала, ***. О, понимаешь? Сейчас вот это смещение идет. И Нортас, на самом деле, он, видимо, каким-то продюсерским чтем это чует. Потому что будет все в эту сторону развиваться. Кино будет становиться все более дорогим и таким анимационным. Кино в скором будущем, вот, не будет кино, как мы себе представляем. Это будет все полностью анимация, мультики. Это сейчас уже почти анимация, там, только люди на хромакее ходят, потом все, фаны все рисуют, да? А потом вообще будет полностью мультик, просто ходить, а сериалы будут смотреть телевидение. И телевидение за счет сериала будет выживать, понимаешь? И у нас, если это тоже будет тема развиваться, это хорошо, потому что сейчас в аулах смотрят реально турецкие сериалы. Это неправильно. Турецкие и российские, они должны смотреть свои национальные сериалы, понимаешь? Если мы там говорим о национальной безопасности, о этой идеологии. Конечно. Это вот правильная тема. Ну как в Возбегистане, турецкий сериал? Нет, турецкий сериал, вот этот, великолепный век. Офигенный же, да? Ну что, у нас нельзя про какого-нибудь хана так снять. Я уверен, что там точно такая же Санта-Барбара была, да? Не, но уровень не тот просто. У нас просто начнут на себя оттягивать. Это скажут, это был Батыр из моего рода, а этот другой, понимаешь? И там между собой сценаристы перетутся, а потом вообще каждый министр вообще было не так, а был там Другой Батыр и Другого рода и переписывать, и всё, нафиг, на. Я вообще вижу, чтобы мы больше продолжали не к американским сериалам, да, а вот допустим, BBC-шным. Типа вот я посмотрел «Граница тени», там, допустим, вот «Шерлок». А ты на английском как? Я на английском, блин, хреново не смотрю, поэтому... Не, а ты не владеешь языком? Не, я владею, но, в смысле, не так, чтобы смотреть фильм. Я владею, но я его ненавижу. Я владею, но я его не знаю. Он не раздражает. Я просто не говорю и не читаю на нём, а так владею. Ну, сленг, когда идёт, допустим, да, это... Это да. Невозможно просто смотреть, да. Особенно, когда негры говорят в кадре, это пипешно. Не, а вот я просто смотрю, да, и вот нам бы какой-нибудь... Я вот жду, когда... Вот «Побег из-за ула» я смотрел тоже, и «Вузеры», кстати. Два моих, это, нормальных сериала, которые я смотрел. Но Касым ещё, говорят, хороший, но он мини-сериал. А вот... Если взяться... Если взяться, да, какой? Братья. Братья? Нет, я вот не видел. Вузеры слизаны с журфака. Ну, да. Вузеры с универа чуть-чуть. Да, да. А-а-а. Я просто вижу, когда у нас будет криминальный сериал. Можешь снимать криминальный сериал? Вы уже отряд особого назначения этот, который по КТК, отвратительный сериал... А, нет, я не смотрю. Есть по КТК, да. Да, да, это совсем. Не, а вот такой криминальный, сможешь? Можно, потому что, опять же, мы вот второй сезон снимали по «Виксулу», я смотрю, ну, я там YouTube аналитикс делаю, и я смотрю, у меня просмотров именно там тринадцатая серия, где вот «Стрелка» была, то есть там очень много отзывов. Ну, вот я тебе говорю, да. Люди как бы и тащатся там. Может быть, даже, знаешь, ближе там к этому, к Ричи, там вот такой немножко... Нет. «Черноюморная» такая криминальная комедия. Вот я смотрю, например, «Агаиндил» и «Карим», да, сказал Сатайевский. Вот он очень хороший, мне нравится, и там вот эта вот... Он очень популярный. Да. Потому что, как бы, ну, у нас все равно дорог такой... Ну, у нас вот есть проблемы с сериалами хабаровского формата, которые, ну, в смысле, смотреть их невозможно, потому что... Доктор Ахметова. Семейные саги. Да, кто же доктор Ахметова? Нет, просто у нас пока... Надо доктора Хауса посмотреть доктора Ахмета. Нет, у нас просто не понимают. Вот в России есть сериалы откровенное дерьмо, да, есть более-менее привычные, есть очень хороший сериал. Типа, я не знаю, там, ликвидацию... Ликвидацию, да. Это просто... Просто охренительно. Это по кино просто очень охренительно сделано. У нас пока все сериалы, они стремятся все-таки к низшим условиям, да, и у нас не понимают, что можно делать сериалы, и нет пока идеи, которые могут сделать сериалы, более-менее для серьезной аудитории. Это было бы круто, если бы у нас появился сериал. Ну, и мы бы посмотрели, сказали, неплохо. Кстати, по поводу криминального, мне кажется, должен быть не российского такого, да, проституточного, какого-то такого ментовского, да, там, все бегают, курят, матерятся, и это... Не, черную юмору. А он такой должен бруталить, знаешь, такой, типа... Ну, знаешь, что такое? Бригада? Что-то бригада, но что-то такое, знаешь, типа более такое, знаешь, более смачное, более стилизованное. Не, не, так скажем, не с точки зрения ментов, а с точки зрения... Братков. Да. Да, да, да. Пацанов с района. Да, 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 да. Вот такое, может быть, было бы... Вот, Лан, вам дай кино снять, я представляю, у нас какие ценности начнутся. Да? Я бы, знаешь, я бы так, вот, я бы у Хабара забрал бы деньги, да? Так, вот, начинай... Кто бы тебе дал бы, да, еще забрать у Хабара деньги? А я, нет, а я... А я заберу, да? Я понимаю, что концепция, когда вот мои эти... Я идеи высказываю, народ начинает снимать потом. Сколько я помнишь, ну ты не помнишь, наверное, я сколько, допустим, говорил, что надо по снайперам наших казахстанских героев снимать, снимать, говорил, говорил, ну... Косыма все-таки сняли, видишь, Косыма. Косыма Косыма сняли же. Так что надо вот эти идеи озвучивать и отдавать деньги, да, допустим, которые на кино. Тем, кто нормальные сериалы снимают, а не хабаровцам, потом для это, для поддержания штанов это все. Деньги должны идти туда, где они могут покупаться. Я разговаривал с одним человеком, он там, на одной из студий работает, как бы, управляет, а я ему там звонил, что-то сценарий просил, потом это просил, там, сниматься. Я говорю, ну, у меня времени не писать, не сниматься у тебя, потому что ты, ну, физически занят. И как там и потом проходит месяц, я говорю, что, как там у тебя съемки? Он говорит, ну, полная жопа, мы снимаем, там свет уже у всех, голова болит, день и ночь снимаем, у нас сроки жмут, большой объем взяли. Я говорю, а как у тебя там со сценариями все? Он говорит, вот все вообще пофиг, какой сценарий, какой сценарий. И когда ты смотришь, по-моему, эти селены, ты понимаешь, а почему с теми 10-минутные сцены, когда они обсуждают чай, сахар? Да, да, да. И ни одной шутки, да? И при этом свет из окна лупит, явно там такой прибор поставили, ищи киловатт, и такой поток света на всех. Люди творчество давно потеряли, люди уже просто, они нужно в срок сдать, нужно заработать, нужно... Финпол, чтоб потом не покопался, Акс дали, где-то освоили. Вот в этом большая проблема, потому что деньги-то, по сути, выделяются очень хорошие, а результата нет, потому что... Мне кажется, вопрос еще, знаешь, какой-то истиша, что ли, потому что первому каналу, мне кажется, в прайм-тайм тупо западло будет поставить левый сериал. Конечно. Тупо западло, потому что, ну... Они Шерлока поставят. Они поставят что-то более-менее приличное, да? Нет, ну я вот... А нам как? А наше не западло? Нет, я логику просто не понимаю. Смотрите, вот подождите, вот, да? Очень простой пример, да? Вот завтра Марата, к примеру, да? Ну, я к примеру говорю, да? Ему скажут, там, не знаю, Тульгена, там, Нуртаса, не важно, там, меня, да, Карима. Завтра скажут, распределяй вот эти деньги, да? Ну, вот я как начну действовать, да? Я вычленю список ребят, которые делали какие-то приличные работы. Это же не сложно, их найти там можно за пять минут. То есть, условно говоря, таких 10 человек, да? То есть, условно говоря, ну, всем дать возможность, пускай они сделают. К этому тоже есть вопросы, потому что Ахан Сатаев, он же приличный человек. Да. И он практически... Вот у него продакшн делает практически все сериалы на Хабаре. Там, про вот эти девчон иногда, там, какие-то подружки, да? Подружки, да. Ну, это же беспонтово. То есть, как бы, да, вроде бы, он все в срок сдает, все, но мне кажется, что качественно. Тогда надо... Если бы он сам снимал, да. Но сам он и лучше снимать. Ну, подожди. Уже не сам снимал, да. Ну, понимаешь, уже как бы... То есть, если Ахан сам снимал? Нет, когда от твоего решения... Ну да. У тебя бы, когда смотрящим за вот этими распределялками, деньгами, это... Ты же тоже бы ему сказал, Ахан, вот это не снимай, пожалуйста. Ну, ты бы ему сто пудово сказал. Ну, что тебе жалко сказать, когда бы он тебе принес сценарий, ты бы его посмотрел и сказал, Ахан, вот это не надо снимать, да? Лучше вот это сними. Потому что Сатаев, он может так снять и так снять. Ему по барабану. Извините, у него там куча людей, ему надо зарплату платить. Вот тут тоже тонкий момент. Да? То есть, ему деньги платят, ну, он как... Это как рекламный ролик, да? Тебе дают сценарий, надо вот это вот снять, что Машенька подпишет. Это значит, что у нас на Хабае должен быть, допустим, Сатаев, Нуртас и еще кто-нибудь, допустим, Музабаев, да? Три человека. Три сериала снимают, и мы зато будем говорить, эй, Ахан, а ты почему так снимаешь? А вот Нуртас и Аскар снимают лучше. Извини, мы тебе же тоже платим. Что ты, это, забылся широко так? Не, а что? Ну, если деньги дают, надо делать... Это как, знаешь, иностранцы, они никогда не дают весь объем одному поставщику. Всегда дают двум. Хотя, вот смотрите, опять же, да, у нас в обществе, да, то есть, его вызывает какой-то резонанс, да? Чернуха вот эта с кровью там мало вызывает, да? Это надо, я не знаю, пол заставы выкосить или всю, да, чтобы оно как-то там возмутилось чему-то. А, кстати, год уже, кстати, сакад. Ну, царство ему небесное всем этим ребятам, но делать чуть в другом, да? Это же легко. Вот по логике, смотрите, да, у нас снимают бездарные, блин, сериалы. Вот, к примеру, я говорю, да, почему вот эта вот многочисленная интернет-общественность, да? А что они вот борются с этим, как его, с виртуальным этим курортом, да, который там, Кок Жиляв? Боритесь, пожалуйста, если у нас по центральному каналу показывают бездарный сериал. Потому что эти интуиции общества не смотрят сериалы, центральные каналы. Нет, они знают об этом прекрасно. Яхабата не знают. Извините, вот из нас пяти только я один его не смотрел, понимаете, видимо, этот сериал. Какой? Ну, вот, Рулико Прегой сейчас говорите. Нет, яхабата не смотрели. Понимаете? Я не смотрел. Про хаоса. Нет, ну вы о ком знаете. Я не знал. А Дамбаев, получается, регулярно хабата смотрел. Я хабата смотрел. Нет, я иногда просматриваю, потому что неинтересно. Нет, что вы сразу откричьтесь, это хорошее. Кто и что пишет? Ну да. Нет, я к тому говорю, что, понимаете, вот у нас на одном канале, на одном канале, в Prime Time сидит гадалка с шариком. Вот. И гадает за смски. А, на СТВ, да? Да. Ну, ребята, ну это же, ну это же, это же, при любой религии, подождите. При любой религии, хорошо, наши, допустим, казахские патриоты, слушайте, ну у казахов, по-моему, вот эти колдуны, они тоже не в тему были, да? То есть, ну, я насколько знаю, да, там из истории. Нет, в тему, вот. Нет, в тему, но вот эти гадалки цыганские с смс, это, конечно, обоище всего. Нет, вот, подождите, в 9 часов раньше в это время спокойно ночи малыши показывали, да, Мишка с хрюшей, с лапашкой. Сейчас сидит какая-то... И хавал, понимаешь, уже? Да-да, ты достал, ты вот такие темы поднимаешь, блин, у тебя точно молния это ударит когда-нибудь, блин. Понимаешь, доиграешься, борода отвалится, блин, вот, с хавалом вместе, блин. Ты не надо. То есть, у тебя тоже как-то шибануло все время. Не, не надо говорить. Энергия такая резкая. Не, не, меня, меня шибануло просто, вот я и молчу на эти темы, вот. Каждый человек ему когда-нибудь шибанет. Вот. Это, ладно, дело не в этом. Вот тоже же интересно, да, почему? Ну, два пишущих человека, я вот высказывался, что нам нужны сериалы по Великой Отчистленной войне. Ну, видишь, не, просто понимаешь... Ты высказывался тоже. Реально, я, например... Ну, ты устал. Нет, я думал про этот... Ну, там, грубо говоря, там, даже на основе Костеевки, да, какой-то можно... Был такой Джон Кестель, да, английский художник, путешественник, он в Кабул Хаиру там приезжал и его писал, да? Там какие-то можно детективные, понимаешь, делать сюжеты и можно реально сделать какую-то... Ну, для тебя то она основа бы хорошая. Типной детектив такой, да, как этот, с познавательными... Но! Но! Для этого нужно очень хорошо знать историю, да? Консультантов-нанечники. Консультанты должны быть. Любой ты, например, пишешь какой-то другой сериал, ты должен быть в материале. Во-первых, ты должен еще владеть основами драматургией, как минимум. Тульген, я это все понимаю. А у нас, мне кажется, не владею. Ну, это же легко, ну, японна мать, собрать команду талантливых, не знающих людей. Ну, почему не легко? Ну, они же есть, деньги есть, да, и нормальному талант... Вот, сидит Марат, да, допустим, Марат... Нет, спокойно. Ему подходишь и говоришь, Мара, блин, мы тебе дадим там, я не знаю, пятерку бабок, да, там, месяц, проконсультируй наш там сериал. Просто не надо не ходить никуда, просто вот, ну, он же даст свою рекомендацию. Почему не даст? Да там денег сотни тысяч долларов тратится, в смысле? Потому что эти деньги не идут на консультанты, они идут в карман. Нет, по-хорошему, по-хорошему, следовало бы начать с этого. Вот взять группу ребят и повести их, например, там, на обучение именно сериальной драматургией, да, куда-то там в Москву. Просто, чтобы они знали, как писать сериалы, в принципе. Ну, хорошо. Потом они возвращаются сюда. У нас, кстати, вот самое слабое диалоги. Но это стоит тоже 50 тысяч долларов, ***. Понимаете? Ну, что мы, блин, вот... Ну, лучше же шарман положить себе, понимаешь, тем кому-то нам отдавать. Что такое государство, да, обучить 10 пацанов, господи, это смешно, блин. Государство. На этой оптимистичной ночи? Опять вопрос о Москве, я тоже писал на Фейсбуке. Вот так происходит коммун-культура России, да, хотя тоже далеко не идеал. Есть кинолоты, они пишут. Принимаются в цех сценарий, там, на тему 400-летие дома Романовых, 700-летие, там, кого-то Радоних. Ты рассказал, да, я читал. Там забытые страницы Великой Отечественной войны. И все представляют свои... Приходи, переснимай, да? Нет. Представляют сценарий, и сценарий потом проходит конкурсный отбор и выиграют. Причем, вот как я общался с людьми, все признают, что абсолютное говно не проходит. То есть там кумовство какое-то не работает. Если абсолютное говно пройдет, потом, ну, начинается очень много визга, и им это невыгодно. То есть идет конкурсный отбор. Ты видел когда-нибудь, что у нас Минкультура вот так выставляла лоты? Нам нужен фильм, там, например, про... Мы объявляем, там, про мастуху Шахая, да? И все пишут сценарии, идет конкурсный отбор. И кто-то выиграет. Да, там кто-то отбор стоит. Кто-то выиграет, но обязательно выиграет чей-то брат, сват, агашка заслуженный, потому что его не надо обидеть, ему нужна квартира к его юбилею, понимаешь? А знаешь, почему в России так не прокатывает? Я тебе объясню. В России все то же самое, что у нас, да? Но там есть один интересный феномен, которого вот у нас нету, да? Вот, Сколково. Одно время туда качнули баблоса немерено, да? То есть, и там начали ее пилить, как положено, как у нас все в порядке, да? То есть, вот, но в России, ***, через 2-3 года любым вот этим чувакам приходит ***, так и иначе. Сейчас вот этот депутат... 700 тысяч долларов ему... Илья Пономарев. О, Илья Пономарев, ему 700 тысяч долларов. Заплатили за 4 лекции и за какую-то там ***, ну вот. Экспертный отчет. Прикинь, экспертный отчет 400 тысяч долларов ***, и все. И его сейчас как давай ***, и остальные боятся недолго. Они сейчас снова начнут ***, но они полгода боятся. Понимаешь? Вот. Это тоже вот очень действие. Просто я сейчас вас понял тоже. Вот эта система российская, она тоже иногда сдаёт сбои, знаешь почему? О, даёт сбои. Какой-то прикол. Тоже вот кинолод, там, мне снять фильм о вреде наркомании. Что? И, значит, сняли вот Бузин, который главный редактор Мосфильма. Сняли фильм, ребята, да? Показывали, большой был показ. И он говорит, я, говорит, вообще к наркотикам отношусь равнодушно. И после этого фильма, говорит, мне с тобой захотелось пойти и шурнуться. Потому что ребята вот, говорят, о вреде наркомании, да? Да, да, ну да. Обидно, что они там кайфуют, как они рассказывают, понимаешь, как они вот это, галлиуники, понимаешь? Там, говорит, не о вреде, а пропаганда. Я, говорит, захотел реально пойти и попробовать что-то оттого. Тема, блин, да. Они, говорят, так вот, ну, грубо говоря, они... Они, короче, рекламный ролик сняли, да? Они, короче, рекламный ролик сняли, да? Они на государство ***, грубо говоря. Не, они не ***, понимаешь, сделали. Они формально всё там по сюжету, всё о вреде, но они сделали с такой любовью к предмету, понимаешь? Всё, ну вот, да, вот Маке у нас, собственно, тоже пришёл в это с Ганчубас Пати. Вот, люди, у нас получилось, я говорю, вторая часть прям это, первую вы не увидите, вам повезло. Вот, а вторая часть прям содержательная. Я хотел бы поблагодарить ребят, вот, которые сегодня в кадре. Потому что это очень правильно, вот, я не знаю, у меня вот мечта, да, я вот мечтаю, чтобы как бы вот создавать это вот к вопросу контента. Собрать разных представителей разных течений каких-то, разных там даже, ну, где-то там социальных групп, там, разных профессий, да? И обсуждать вот проблемы, там, смысла жизни, проблемы кино, проблемы телевидения, да? То есть, это интересные программы, и, ну, мне кажется, они должны быть. И очень хорошо, что вы это понимаете, нас поддерживаете. Привет, интернет, вам спасибо. По машине, пойду кенов ручкой. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...